Как раз и навсегда отучить детей от нездоровой пищи придумали украинские учителя. Они предложили школьникам наблюдать за животными, которых кормили чипсами, сухариками и картошкой фри. Чем закончился эксперимент, узнала Виталий Каченко. На этот эксперимент Днепропетровский учитель химии и основ здоровья Татьяны Дейнега решилась после очередного медосмотра школьников. У каждого третьего ученика обнаружили проблему с желудком. Никакие уговоры не есть чипсы, сухарики и прочую вредную пищу на подростков не действовали. Тогда в 10-м А-классе появился необычный живой уголок. Когда этот опыт они провели сами и увидели результаты, я уверена, что теперь и они, и даже их дети не будут употреблять ни сухарики, ни чипсы, ни картошку фри. Белых лабораторных грызунов подростки купили в аграрном университете и поделили на 4 группы. Обитатели первой клетки кормили чипсами, во второй крысы ели сухарики, в третьей овощи с пищевыми добавками. А меню для этих подопытных старшеклассник Сергей составлял лично. В их рационе свежая морковь с родительского огорода и пшеница. Ее школьник для чистоты эксперимента выращивал сам. Я с дома носил все. Там точно нет никаких добавок. Это я знаю. Подопечные Сергеи играют и резвятся до сих пор. А о том, что случилось с остальными грызунами, школьники вспоминают с ужасом. Подопытные выдержали лишь 20 дней неправильного питания. Мы увидели, что крысы, которые питались чипсами, практически лысые. У них были закрыты глаза. Нам стало их очень жалко. Мы решили остановить эксперимент. После этого я обхожу стороной эти отделы в супермаркете, где продаются эти продукты. За экспериментом внимательно следили в Аграрном университете. Все отклонения в поведении и состоянии здоровья подопытных научные сотрудники отмечали в журнале. Животных фотографировали. Позже уже в лаборатории выяснилось, что у тех грызунов, которые питались чипсами, сухариками и кормом с добавлением вкусовых добавок, расстроено пищеварение, ухудшило зрение и начала разлагаться печень. Печень имеет желтоватый, глинистый цвет. Это указывает на то, что клетки печени наполняются жировыми капельками и погибают. Газеты успели обвинить учителя химии в жестоком обращении с животными. Но опыт, который помог многим подросткам отказаться от вредной еды, проводился на внеклассных занятиях с разрешения родителей старшеклассников и директора школы. Да и сами ученики подтверждают, другие доводы не были бы столь убедительны. Конечно, мне жаль этих крыс, но эти же продукты употребляют люди. Если животным не давать вредную еду, они активны, то есть эти добавки не нужны. Дети даже пересмотрели меню любимицы из зооуголка – морской свинки Любы. В ее рационе только овощи и фрукты. А сейчас школьники собираются участвовать в съемках учебного фильма о вреде фастфуда. Необычным уроком здорового питания уже заинтересовались украинские ученые. Здесь, в Институте пищевых технологий, уверены, что заставить детей и подростков отказаться от вредной пищи можно лишь показав им видеоролик с экспериментом депропетровских школьников. До сих пор другие методы не были настолько эффективны. Виталий Каченко, Сергей Титенко и Александр Сахневич. Первый канал. Украина. Продолжение следует...